О том, что путинский режим очень похож на гитлеровский, написано много. Однако не следует забывать, что современные диктаторы извлекли богатый опыт из ошибок предшественников, стали более хитрыми и изобретательными. Знаете ли вы, что современная Россия и гитлеровская Германия, помимо явных сходств, имеют еще и скрытые? В нашем выпуске мы расскажем не только о родственных чертах системы управления Российской Федерации и Третьего Рейха, но и раскроем вам, чем Путин и его система опаснее немецких праотцов. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на Patreon и buy me a coffee. Все ссылки в описании и закрепленном комментарии. Существует мнение, что правление Путина более целесообразно сравнивать с правлением Сталина, так как оба связаны с осуществлением террора, сидя в Кремле и натравливая на непокорных людей своих псов-слубянки. Кроме того, Сталин также правил по сути Россией, хотя у вождя всех времен и народов было больше захваченных территорий, чем у Путина. Однако в этом выпуске мы сравним Путина именно с немецким коллегой, так как президент Российской Федерации, управляя совершенно другой страной, сумел не только придать своему режиму сходства с Третьим Рейхом, который давно ушел в небытие, но и превзойти Гитлера по степени подлости и цинизма. Говоря современным языком, путинизм стал своеобразным программным обновлением гитлеризма, и ФСБшные программисты, выпустившие его, учли ошибки немецких коллег и скорректировали свое «программное обеспечение», которое установилось на компьютеры значительно большего числа пользователей. Хотя тех российских пользователей, на чей мозг путинская программа установилась без каких-либо проблем и не выдала ошибок, было бы оптимальнее назвать не пользователями, а чайниками. Кстати, недавнее оправдание Путиным вторжения немецких войск в Германию в 1939 году и его заявление о том, что Польша якобы сама спровоцировала Рейх, стало еще одним доказательством того факта, что Путин учился управлять государством и манипулировать толпой не столько у Сталина, сколько у Гитлера. Итак, рассмотрим сходство путинизма и гитлеризма, а также показатели, указывающие на то, что первый намного опаснее второго. Экономический кризис, который помог. Что Гитлер, что Путин пришли к власти во время экономического кризиса, заставив своих граждан поверить в то, что именно благодаря им государства справились с трудностями и начали расти. В обоих случаях над комплексом реформ работали целые команды, также имело место удачное совпадение обстоятельств. Но благодаря умелым манипулятивным технологиям пропаганды оба диктатора буквально украли все лавры себе, став любимцами своего народа. Если брать экономический фактор, то Путин опаснее Гитлера прежде всего тем, что в его распоряжении намного больше природных ресурсов. Немецкому фюреру даже не снилось такое количество запасов нефти, газа и металлов, которые добываются на бескрайних просторах Российской Федерации. Также у Гитлера, конечно, не было такого количества военной техники и оружия, включая ядерное, как не было и таких капиталов, чтобы развивать военно-промышленный комплекс. Хотя у Гитлера и были источники дохода, однако им было далеко до путинского кооператива «Озеро», который охватил своими щупальцами всю страну. Усиление системы управления. Медленное, но уверенное закручивание гаек. Интересно, что немецкие и российские фюреры пришли к власти не в результате переворота, а через выборы. На начальных этапах они говорили правильные вещи, то есть то, что хотели услышать от них избиратели. Путин и Гитлер четко чувствовали болевые точки соотечественников, а их команды внимательно отслеживали спрос у людей и формировали свои предложения, чтобы набрать как можно больше электоральной поддержки. Оба режима отличились централизацией власти, ограничением свобод граждан и по мере своего укрепления постепенно превращали стиль управления от относительно демократического до авторитарного, а на последних этапах и совсем скатились в открытый тоталитаризм. И если сначала и в Германии, и в России были кроме правящих партий и другие политические движения, то далее оппозицию преследовали все жестче. Оба устраивали репрессии как в пределах международно признанных границ своих стран, так и на оккупированных территориях. Но в борьбе с инакомыслием Путин стал более жестоким и изобретательным, чем Гитлер. Так, немецкий фюрер мог оказывать поддержку нацистским организациям в других странах, договариваться с арабскими режимами о совместной борьбе против евреев. Однако рейхсканцлеру не были присущи заказные убийства конкретных оппонентов за пределами подконтрольных территорий. Он не отправлял в Англию шпионов вроде Баширова и Петрова намазать ядом дверную ручку Зигмунда Фрейда. Также он не направлял гестаповцев или СДшников в США, чтобы те застрелили Альберта Эйнштейна, который бежал туда из Германии. Что касается Путина, то на примере Литвиненко, Скрипалей и других мы прекрасно убедились в том, насколько российский диктатор злопамятен, имеет агентов практически в каждой стране, и даже те оппоненты, которые убежали из русского мира за границу, не могут чувствовать себя в безопасности. Возвеличивание государства. Доктрина исключительности нации. Обе идеологии, национал-социализм в Германии и путинизм в России, акцентируют внимание на важности государственной мощи и национальной гордости. В основе этой идеологии пропагандируется исключительность своей нации. Гитлер возвеличивал арийскую расу и демонизировал представителей некоторых других рас и наций. А вот при Путине возвеличивание России приняло какую-то выборочную форму, что граничит с фарсом. Продолжается тотальная пропаганда идеологии русского мира, у которого границы нигде не заканчиваются. Москвой могут блуждать откровенные нацисты и кричать «Россия для русских», «Москва для москвичей», но при этом тот же самый русопатриот может в центре столицы получить по лицу от какого-то спортсмена-таджика и того за это никто не будет преследовать. Россияне могут оскорблять отвратительными словами граждан РФ с Кавказа, Средней Азии и Дальнего Востока, которые понаехали, но при этом боятся чеченцев, а в самой Чечне, если такие великороссияне и появляются, то стараются вести себя тихо, как мыши. Также в России могут назначить министром обороны Тувинца, однако если появляется новость, что в Питере родился малыш Тувинец, то он и его мать могут подвергнуться тотальному хейту в интернете, и вездесущие ФСБшники не станут отслеживать российских шовинистов и врываться в их квартиры, как это обычно делается с иноагентами и другими оппозиционерами. Тотальная пропаганда и геноцид украинцев Как нацистская Германия, так и современная Россия активно используют СМИ в целях политической и военной пропаганды. Формирование единственно правильного общественного мнения. При этом власть обеих стран-агрессоров ставила целью создать специфическое видение мира, подчеркивая превосходство своей идеологии, противопоставляясь странам Запада и создавая образ врага. И для нацистской Германии, и для современной России противникам объявляли прежде всего Америку, а также Англию и многие другие европейские страны. Отдельно следует упомянуть Украину, население которой уничтожали как при одном, так и при другом фюрере. Во времена Третьего Рейха геббельсовская пропаганда заставила поверить миллионы немцев в то, что в Украине живут грязные недолюди, подобные скоту, которые не моются и не соблюдают никаких правил гигиены. А потом немецкие солдаты, одурманенные зомбоящиком, кстати, телевизоры массово появились в Германии именно во времена Гитлера. Во время Второй мировой вторгались в украинские села и с огромным удивлением отмечали, что у подавляющего большинства украинцев, оказывается, нет никаких вшей и других паразитов. Что касается Путина, то он по степени нагнетания ненависти к украинцам превзошел и Гитлера, и Сталина вместе взятых. В отличие от немецкого коллеги, у него есть не только радио, телевидение и газеты, но и его величество интернет. За считанные годы российский агитпроб в лице Соловьева, Киселева, Скобеевой и других говорящих голов перевернул сознание россиян так, что они пошли на войну не против неверных, не против представителей какой-то другой расы, а против соседей украинцев, которых еще вчера сами же называли братским народом и которые в основном визуально мало чем от них отличаются. Но есть одно принципиальное различие украинцев и россиян, и оно не во внешности, а в характере. Это способность вступить в борьбу против произвола правящего режима и вынести наглого правителя с насиженного места вместе с креслом. Именно это качество больше всего внушало Путину ненависть и ужас. Именно оно стало одной из главных причин, почему Кремль обрушил на украинцев всю свою пропагандистскую машину, а потом и военную мощь. И если многие немцы тогда искренне поверили в то, что украинцы грязные и немытые, то большая масса россиян теперь верит в то, что Украина переполнена фашистами и нацистами, которые распинают мальчиков в трусиках. Антисемитизм. Открытый и скрытый. Известно, что при Гитлере в Германии и на оккупированных землях происходил геноцид евреев. Российский антисемитизм приобрел более скрытую и извращенную форму. Еще при советской власти преследования граждан еврейского происхождения то усиливались, то ослаблялись. Власть СССР вела очень странную политику. То помогала деньгами и оружием врагам Израиля на Ближнем Востоке, то набивалась в друзья, то издевалась над евреями, желающими уехать на историческую родину, то открывала границы, параллельно формируя в еврейском государстве просоветское лобби. Старшее поколение помнит, что происходило с советским зомбоящиком во время очередной эскалации на Ближнем Востоке. Какие разоблачения публиковали газеты «Правда» и «Известия», что показывали в телепередачах «Сегодня в мире и время»? Не забыли они и карикатуры в сатирическом журнале «Крокодил». Во время Горбачевской перестройки волна антисемитизма начала постепенно затухать. При Ельцине, уже в суверенной России, то здесь, то там активизировались различные макашовцы и баркашовцы, а также другие провокаторы, которые выкрикивали оскорбления в адрес Бени Элькина. Однако антисемитизм оставался на маргинальном уровне. А вот с приходом Путина эти настроения с каждым годом подогревались все сильнее и сильнее. Москва предоставляет как открытую, так и скрытую помощь врагам Израиля, режиму сирийского диктатора Асада, режиму Аятол в Иране, ливанским террористам Хезболы и даже палестинскому Хамасу. Власть РФ также подстрекает россиян к борьбе с мировым сионизмом. И хотя она пока не призывает к открытому истреблению евреев, помня о гитлеровском опыте, но с каждым годом все нахайнее выражает антиеврейские нарративы. Главный дипломат Лавров вообще доболтался до того, что сказал, будто самые закоренелые антисемиты – это евреи, а также что-то наплел про еврейскую кровь Гитлера, хотя это откровенный миф. Возможно, в России сейчас и нет того уровня ненависти к евреям, что был в Третьем Рейхе. Но, как говорится, еще не вечер. Опиум для народа Отметим использование религии для манипуляции массами. Гитлер, будучи человеком военным, высказывал свои истинные мысли более прямолинейно. Его отношение к христианству менялось, и он не скрывал своих мыслей. Поэтому можно найти как его критику католицизма и религии в целом, так и цитаты вроде этой «Мои чувства христианина обращают меня к моему Господу и Спасителю как воина». Позднее Гитлер признал политическое удобство использования христианских символов и ритуалов для мобилизации народных масс. Были времена, когда он даже использовал эти символы на военной технике. Примером является Балкин Кроиц, прототипом которого стал черный крест святого Николая Чудотворца, эмблема христианского тефтонского ордена. Что касается чекиста Путина, то у него использовать религиозные чувства россиян вышло более хитро и плодотворно. Сам российский фюрер истинным верующим никогда не был. Это подтверждают весьма неуклюжие крестные знамения и неуклюжие поклоны в его исполнении. Но в церковь он ходит регулярно и даже прыгает на крещение в прорубь, чтобы подчеркнуть свою российская православность. Московскую церковь, митрополитбюро, Путин вообще превратил в филиал Кремля и Лубянки одновременно, чтобы потом использовать религиозные чувства как самих россиян, так и многих украинцев в своих преступных целях. Не секрет, что аннексии Крыма и шабашу русского мира на Донбассе предшествовали разнообразные крестные ходы, где заклинали бороться, а затем и воевать не только за Россию, но и за Русь и веру православную. Играя на чувствах верующих, Путин также превзошел и Гитлера, и Сталина. Не война, а специальная операция. Стоит также упомянуть такие сходства гитлеризма и путинизма, как политика реваншизма и собирания земель. Разница здесь в том, что Гитлер жаждал реванша после Первой мировой войны и умело играл на чувствах немцев, а Путин захотел реванша после распада СССР и потребовал возвращения исконно русских территорий. Однако, укрепившись у власти и закрыв на себе всю правящую вертикаль, он заявил, что распад Советского Союза стал, пожалуй, самой большой трагедией. Как результат, он повторил множество ходов Гитлера, начал с аннексии соседних территорий и проведения фейковых референдумов, а затем довел дело до настоящей войны. Кстати, Путин, как и Гитлер, действует не в одиночку, а формирует так называемую ось зла. Причем в союзниках, как и у немецкого коллеги, правящий режим Ирана, который, кстати, тоже считает себя истинными арийцами, и диктаторы из некоторых арабских стран. Также российскому фюреру удалось привлечь на свою сторону северокорейского вождя и также китайского. Последний, правда, предоставляет Кремлю помощь в более скрытой форме. Путин намного опаснее, чем Гитлер, потому что не объявляет войну открыто, а прикрывается словом «операция». Чекист, в отличие от прямолинейного немецкого военного, прекрасно понимает силу юриспруденции, хотя и спокойно топчет закон собственного государства и международно-правовые нормы. Однако президент РФ, хотя и воевал против Чечни, но назвал это контртеррористической операцией. Примерно так же и в Украине. Устроил настоящую войну, но назвал ее специальной военной операцией. Играя с терминологией, хитрый ФСБшник перестраховывается от возможных непредвиденных случаев в будущем. Если говорить о сходстве двух кровавых режимов, можно добавить сюда и кольт личности любимого вождя, и создание путинского Гитлера Югенда Юнармии, и преследование нелояльного населения с приклеиванием ярлыков, и многое-многое другое. Список этот можно продолжать долго, но Гитлер уже давно ушел в историю, а Путин, как и раньше, продолжает жить, убивая украинцев в необъявленной войне. Рано или поздно российский диктатор тоже умрет, попав на ту же самую свалку истории, что и немецкий фюрер. И имя его станет навеки проклятым, войдя в тот же проклятый ряд, что и Гитлера. И вот как скоро это произойдет, зависит уже от мирового сообщества. Все цивилизованные страны мира должны осознать ту угрозу, которая исходит от Путина, Гитлера 2.0, и понять, что одной Украиной оно не насытится. В его фразе «Границы России нигде не заканчиваются» выражена его самая потаенная мечта – стать диктатором мира, погрузив всю планету в Третью мировую войну. И если руководители других стран не хотят, чтобы российский сапог потоптался по их землям, они уже сейчас должны оставить политику невмешательства и задабривания агрессора и оказать максимальную помощь Украине, потому что только победа украинцев сможет остановить тот хаос, который сеет на земле российский фюрер Владимир Путин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова